Эти кадры нам прислали родители, чьи дети посещают детский сад номер 121 по улице Интернациональная 52. На кадрах видны последствия непогоды. Обваленный потолок, залитые стены и полы, ведра, куда стекает вода, а также дети, передвигающиеся по коридору. Сегодня наши дети пришли в сад и мы увидели картину, что течет все, течет вся крыша, течет наша группа. Детишек переселили опять же в соседнюю группу, заела сигнализацию, сигнализация кричала на весь детский сад. Родители неоднократно пытались добиться качественного ремонта. По их словам, администрация детсада также пыталась решить данную проблему. Нас заверили, что все делается, все решено, как бы все хорошо, на высших уровнях все разбираются. Заведущая показывала кучу документов из прокуратуры, но говорит, ничего там не решается, все вот документы лежат, я все знаю. Ну хорошо, ладно. Мы созвонились, ездили на приемку поломоченной по правам ребенка, она решала эту проблему, слава богу, с ее подачи что-то начало решаться. По словам родителей, проблема существует с апреля 2018 года. В летний период был выделен человек, который пытался починить крышу. Здание детского сада было сдано в эксплуатацию в октябре 2017 года. Сейчас учреждения посещают более 300 детей. Родители переживают, что из-за сложившейся ситуации их дети могут получить разные заболевания. Сейчас просто вдарят холода, все это замерзнет, и потом, когда начнет отапливаться отопление посильнее, это все начнет свисти и пахнуть. То есть войдет грибок, это наши дети, это всякие развития астмы, бронхитов и всего детям обеспечено. То есть мы очень переживаем, мы очень боимся за здоровье наших детей. Другие сады нас как бы отправлять не собираются, потому что сады все переполнены, то есть вокруг все сады, все заполнено, уже узнавали. Мы остались на произвол судьбы, но мы никому не нужны, кому не писали, всем плевать. В сам детский сад нашу съемочную группу не пустили. Остается сказать, что документально можно пройти все проверки. Но вот удары стихии, которые во Владивостоке частые гости, выдерживают, к сожалению, далеко не все строения. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова